Доброе утро! В эфире канала России итоговая информационная программа «События недели» в студии Руслан Жукаев. Главная политическая новость этой недели – рабочая встреча Владимира Путина и Рашида Тимрезова, которая прошла в режиме видеоконференц-связи, обсуждала социально-экономическое развитие региона. Вопросов, как всегда, будет много, я уверен, как обычно бывает на наших встречах. Но начать я попросил у вас с мер поддержки граждан, которые реализуются в республике. А потом поговорим по всем остальным вопросам. Добрый день еще раз глубоко уважаемый Владимир Владимирович. В этот непростой период распространения коронавирусной инфекции, на самом деле те меры господдержки, в первую очередь, конечно, это ваши указы о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. У нас в том числе и региональные выплаты есть в такой категории граждан. Конечно, это очень существенная поддержка для жителей нашей республики. У нас большое количество многодетных семей. Конечно, это очень ощутимая поддержка. Особенно в этот период, непростой период распространения пандемии. Если позволите, я вкратце хотел бы еще сказать о борьбе по распространению коронавирусной инфекции. Мы полностью на сегодняшний день сформировали коечный фонд с резервом. Он у нас достигает 1050 коек. На сегодняшний день у нас порядка 550 коек занято. Большой сформирован медицинский персонал, порядка 600 человек. Резерв сформирован, также запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, оборудование. У нас развернуты три ПЦР-лаборатории. Мы делаем 340 исследований на 100 тысяч населения. Это где-то третье место по Российской Федерации. Ежедневный прирост на сегодняшний день составляет 1%, что чуть ниже в целом по Российской Федерации. Но все равно мы этот рост наблюдаем. Поэтому здесь мы полностью готовы. Опыт, который мы наработали весною, в начале лета, конечно, сегодня нам позволяет более эффективно реагировать на ситуацию. Здесь, конечно, хотел бы выразить славу и благодарность вам, Владимир Владимирович, за те решения, которые были приняты. Это и по стимулирующим выплатам для наших медиков. Мы также предусмотрели и региональные выплаты, порядка 200 миллионов рублей. Ну и здесь бы, конечно, хотел бы отметить ту консолидацию всех органов государственной власти, правительства Российской Федерации, профильных министерств, органов государственной власти, субъекта. Также здесь у нас есть и поддержка со стороны полномочного представительства Президента Российской Федерации в округе. В июне месяце по поручению генерального прокурора была проведена комплексная проверка медицинских учреждений, где были нам указаны те вещи, которые, на самом деле, нам их, причем, как правильно сказать, их решение этих проблемных вопросов, нам позволило уже вот на сегодняшний день более эффективно решать вопросы по лечению жителей республики, оказавшихся в ковид-госпиталях. То, что касается коронавирусной инфекции, я бы, если позволить, еще пару слов хотел бы сказать о здравоохранении. Благодаря вашим поручениям, в Карачаево-Черкесской республике за последние годы были построены современный онкологический диспансер, республиканская детская клиническая больница современная, новый корпус перинатального центра, ну и, конечно, большое количество федерско-акушерских пунктов. И считаю, что вот эти решения, модернизация системы здравоохранения позволили нам снижить и младенческую смертность, и материнская смертность у нас нулевая. Поэтому здесь бы, если позволите, я хотел бы обратиться к вам с просьбой дать поручение Министерству здравоохранения Российской Федерации, правительству, о том, чтобы нас включили перечень субъектов, которые могут рассчитывать на строительство инфекционной больницы. У нас старая инфекционная больница 1920 года, и в этот острый период, на самом деле, мы чувствуем необходимость ее строительства. Я соответствующее обращение на ваше имя направил. Просил бы вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать вас в этом вопросе. Если позволите, продолжу и о тех мерах поддержки и населения в период пандемии. Мы решением регионального оперативного штаба приняли ряд мер, ряд нормативно-правовых документов, в том числе и поддержки малого-среднего предпринимательства, людей, оказавшихся в трудной, тяжелой ситуации. И хотел бы отметить, что помимо консолидации органов государственной власти, здесь серьезно объединились и общественные объединения и организации, волонтерские движения, бизнес. И всем семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была и оказывается единоразовая поддержка. По социальной защите населения, период особенно года памяти и славы, 75-летия победы, помимо тех выплат, которые вы своим указом установили для ветерана Великой Отечественной войны, мы произвели и региональные выплаты, это порядка 50 тысяч рублей каждому ветерану. У нас обеспечено жильем всех ветеранов, стоящих в очереди, мы ее полностью сняли. Также хотел бы сказать, немного уходя от темы, то, что буквально недавно, на днях 9 октября, согласно вашему указу, мы впервые отметили завершение битвы за Кавказ, 77-летие. Эти мероприятия прошли во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа, и достаточно такие серьезные мероприятия провели, праздничные. По продолжительности жизни, Владимир Владимирович, у нас средняя продолжительность жизни 76,2 года, это шестое место по Российской Федерации, но у нас есть четко, это и согласно вашему указу, 80 плюс мы поставили себе планку достичь такого результата к 2023 году. Также хотел бы сказать и о стабильной общественно-политической ситуации. Считаю, что есть у нас, конечно, и определенные проблемы, о которых я хотел бы вам сказать. Это остается до сих пор низкий уровень денежных доходов населения, вопросы рост регистрируемой безработицы, особенно за первое полугодие текущего года. Но мы видим снятие напряженности по регистрируемой безработице, в том числе и в реализации большого пакета инвестиционной программы, нашей программы по устойчивому развитию экономики республики. Здесь мы подготовили порядка 20 проектов на общую сумму 45 миллиардов, из которых уже многие стадии реализации, многие на этапе завершения. Позвольте, я вкратце расскажу о них. В мае 2021 года у нас уже будет сдано предприятие компании Домотета, крупнейший производитель индейки, но они делают предприятие, возрождают отрасль овцеводства, что важно для всего юга России. Это будет такое первое крупное предприятие со всеми современными генетикой, и с современным циклом производства, что создаст более 500 рабочих мест. Также у нас продолжается строительство малых гидроэлектростанций совместно с компанией Росгидро. Ну и активно мы развиваем садоводство. В последние годы мы порядка тысячи гектаров садов возродили в Карачаево-Черкесской республике. Это впервые в истории современной Карачаево-Черкесии, современной России. И также мы создали кооперативы среди личных подсобных хозяйств. Мы помогаем личным подсобным хозяйствам, гражданам на участках на 10 сотках земли на своем огороде люди имеют свои сады интенсивного типа. И это очень популярность набирает в республике. Это наши меры поддержки для личных подсобных хозяйств. Также, конечно, и в промышленном производстве у нас идет сейчас модернизация завода по производству гипсокартоновых листов, сухих смесей. Также мы являемся одними из лидеров в стране по производству бутилированной питьевой воды. Мы производим порядка 800 миллионов литров в год. И сегодня ряд предприятий модернизируется и наращивает свои тенды производства. Ну и у нас один из таких серьезных и перспективных проектов с компанией УГМК это строительство горно-обогатительного комбината современного отвечающего всем нормам экологической безопасности. Ну и не могу не остановиться на развитии туризма. Владимир Владимирович, я вам докладывал, что тот проект, которому вы дали старт развития всесезонного курорта Архыз, он с каждым годом набирает обороты, становится очень популярным у жителей нашей страны. И вообще рост турпотока в Карачаево-Черкесской республике вырос на 20% и составил 1,2 миллиона человек. И мы сегодня совместно с правительством Российской Федерации, с Министерством экономического развития наметили планы и в принципе они уже обеспечены финансовыми средствами по дальнейшему развитию. но самое главное с каждым годом все больше и больше интереса по Архызу у частных инвесторов, которые вкладывают и в гостиничную инфраструктуру и в развитие того, чтобы курорт на самом деле становился всесезонным. И лето этого года после того, как мы сняли ограничительные меры, показало, что у нас рост туристического потока летом практически достиг туристического потока, который приходится на зимний период. Если позвольте, хотел бы еще несколько слов сказать об образовании, но в целом конечно же это все в рамках национальных проектов. Мы участвуем в 45 федеральных проектах и что позволит нам по реализации национальных проектов ввести 179 социально значимых объектов. Владимир Владимирович, я от лица всех жителей республики, от себя лично хочу вас поблагодарить. На самом деле за последние годы в республике построено просто огромное количество социально важных и значимых социальных объектов. Это и школы, и детские сады, и больницы, и спортивные комплексы, и дома культуры. У нас 60% населения республики это жители села. Только за последние два года мы построили 30 домов культуры. На самом деле это дает такой новый виток развития села, жизнь, и поэтому для нас реализация национальных проектов, конечно, это очень совершенно другое качество жизни населения. Мы это видим, чувствуем, эти изменения. вам за это огромные слова благодарности. Ну и, конечно, за те серьезные поручения, которые вы дали, о которых я ранее докладывал, о реализации необходимо важных у нас не было ни детской больницы, ни онкологического диспансера, ни современного перинатального центра. Вот за все эти решения вам огромное спасибо, это действительно существенно повлияло на качество жизни нашего населения. А что у вас с дошкольными учреждениями, с детскими садами? И, как вы думаете, в какие сроки можно эту проблему все-таки решить? Владимир Владимирович, обеспеченность в дошкольных учреждениях детей, детских мест от 3 до 7 лет у нас 100%, от 0 до 3 у нас 81%, но только в этом году мы вводим 13, ну, как мы в простонародье называем, яслей, и на следующий год у нас еще 11. и мы эту проблему в 21 году снимаем. 8900, я к вам обращался в 2012 году, выдавали соответствующее поручение, мы ликвидировали очередность 9000 детей, 9000 мест в детских садах, мы построили более 40 современных детских садов. То же самое могу сказать и про среднюю школу, у нас порядка 30 школ еще, которые в двухсменную, в две смены учатся, у нас, слава Богу, нету школ, которые учатся в три смены, и мы перед собой задачу поставили и при реализации национального проекта образования мы снимем проблему с двумя сменами. А то, что касается дошкольных учреждений, в следующем году, в 2021 году мы полностью снимаем очередность от 0 до 3. Сегодня у нас пока обеспеченность 80%. Хорошо, то есть тот темп, который вы набрали за последнее время, по вашему мнению, даст вам возможность закрыть эту проблему в следующем году? В следующем году мы закроем от 0 до 3, соответственно, мы полностью снимаем, но при этом, конечно же, у Владимира Владимировича у нас все равно остаются проблемы тех детских садиков, дошкольных образовательных учреждений, которым уже на самом деле много лет, но мы свою региональную программу ведем по капитальному ремонту, по реконструкции, вот здесь нам и правительство Российской Федерации помогает. Сняв полностью очередность, мы, конечно же, возьмемся и за то, чтобы у нас все дошкольные образовательные учреждения были в нормативном состоянии. Хорошо, Ваши документы, обращения у меня есть, я их соответствующим образом оформлю и хочу пожелать вам успехов. Будем дальше решать те задачи, которые вы сейчас обозначили в беседе и которые изложены в ваших письмах и документах. Спасибо. Всего хорошего. Владимир Владимирович, если позволите, я все-таки не могу вас, хотел бы вас от души очень искренне, от лица всех жителей еще раз поблагодарить и пригласить в Карачаево-Черкесскую республику. Мы, согласно вашему указу, в 22-м году будем отмечать 100-летие республики и хотел бы, чтобы вас пригласить посетить Карачаево-Черкесскую республику, когда у вас будет такая возможность. Хорошо, с удовольствием. Я всегда бываю у вас редко, но бываю с большим удовольствием и интересом смотрю за тем, как республика развивается. Спасибо вам большое. Обязательно это сделаю. Все хорошо. Спасибо. А сейчас время рекламы. После мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский Индустриальный Банк. Все давно знают и выбирают сыр Ольда. Миру сыр. Уважаемые телезрители, на нашем канале полуфинал Республиканской Олимпиады школьников умники и умницы Карачаева-Черкесии. Ну, в общем, ответ правильный. Вы сильны в своих познаниях? Там есть две версии. Вам по зубам любой орешек знаний? Зато менять ответить. Что ж, готовьтесь. Ваши знания оценят зрители телеканала Россия-1 Карачаева-Черкесия. С 12 по 16 октября в 9 часов 15 минут сразу после выпуска информационной программы «Вести на национальных языках» смотрите полуфинальные игры Олимпиады, где на состязательных дорожках встретятся умники и умницы нашей республики. Не пропустите! С 26 по 29 октября 2020 года пройдет 24-й международный телевизионный экологический фестиваль «Спасти и сохранить». Жюри, оценивая ваши работы в шести номинациях, определит лучшие. Всю необходимую информацию ищите на сайте экофест-дефиз-югра.ру Фестиваль «Спасти и сохранить» 26-29 октября Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. В дни осенних каникул с 27 по 29 октября ГТРК регион Тюмень проводит 27-й Всероссийский фестиваль детских радиопрограмм «Птенец» под девизом «Мы внуки героев». Для участия в творческом конкурсе фестиваля приглашаются юные корреспонденты всей страны в возрасте от 7 до 17 лет. Положение о конкурсе на сайте ГТРК регион Тюмень. Доброе утро, сынок. Ты не забыл зубы почистить? Не забыл, что сегодня на тренировку. Так где моя спортивная сумка? А кровать заправил? И не забудь подавляться. И не забудь подавляться. Федеральная налоговая служба напоминает о необходимости оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря. Уважаемые взрослые, а вы чего не были? Добро пожаловать. В связи с ремонтными работами в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России номер 3 по Крачаево-Черкесии территория обслуживания Черкесск и Прикубанский район с 21 сентября стационарные номера телефонов не работают. Связаться с инспекцией можно по резервным номерам. Код 8-878-2-2204-88-2205-77 Мобильный 8-988-912-2978 О возобновлении работы стационарных телефонов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства. Сегодня день работников дорожного хозяйства. Уважаемых работников и ветеранов дорожной отрасли Карачаева-Черкесии с профессиональным праздником поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Содержание дорог федерального, регионального и местного значений требует высокого профессионализма мастеров, которые выполняют эту работу. И это особенно важно, ведь качественная дорожная сеть – залог экономического развития республики всех ее районов и городов. Планомерная работа в этом направлении и реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и сотрудничество с Минтранс Россией и Росавтодором позволяет нам шаг за шагом приближаться к этой цели. Уверенный профессионализм строителей, инженеров, проектировщиков позволит добиться всего намеченного в этой отрасли. В Карачаево-Черкесии продолжаются рейдовые мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Рабочая группа представителей Министерства промышленности и торговли и Роспотребнадзор и других ведомств проверили индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют перевозку людей в общественном транспорте, не соблюдая всех санитарно-гигиенических норм. На рейде вместе с ними и побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Очень важно проверить все предприятия, осуществляющие перевозку граждан на общественном автотранспорте на соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм. Рабочая группа, куда входят представители Министерства промышленности и торговли Карачаева-Черкесии и Роспотребнадзора, осмотрели АТП номер один Черкеска. Ежедневно перед тем, как выехать по маршруту, водители городского автотранспорта должны проходить необходимое медицинское обследование и алкотест, а уже после приступать к работе. Как результат обследования мы допускаем к рейсу водителей. Об этом идет пометка в журнале. Допущен к рейсу. Роспись моя и роспись водителя, что он прошел медицинский осмотр. Сами же водители отмечают, что все эти процедуры позволяют обезопасить не только себя, но и граждан, активных участников дорожного движения в городе. Если состояние удовлетворительно плохое, мы не выезжаем. А если все нормально, вот как сейчас, спокойно едем, работаем. После рабочая группа осмотрела, как проводится дезинфекция автотранспорта. Полностью моются полы и также специальными антисептиками дезинфицируются поручни и сидения. Также проверили журнал, где фиксируется график проведения влажных уборок. Пока машина не обработается, не помоется, до заправки не допускать. Наши мощицы заходят в салон, протирают и поручни, и сидения, все протирают. Представитель рабочей группы рейдового мероприятия положительно отметили работу автотранспортного предприятия. Заместитель начальника отдела транспорта Министерства промышленности и торговли Карачаева-Черкесии Нурчук Хубиев заверил, что именно соблюдение всех установленных санитарно-эпидемиологических норм является гарантией сохранности здоровья жителей Черкеска. Проверяем, как на сегодняшний день в предприятиях проводится дезинфекция транспортных средств. Составляем акты, нарушения есть, но данные нарушения, согласно актов будут направлены в прокуратуру для принятия мер. Также представители рабочей группы отметили, что подобные рейдовые мероприятия будут проводиться на постоянной основе. Также будут проверки в других транспортных предприятиях республиканской столицы. Али Халеб Шоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Флорида, Модили, Берти и Голден. Все эти сорта яблок собирают в садовом хозяйстве Трам в ауле Красный Восток. Площадь сада 34 гектара. Какие трудности испытали в этом году аграрии, а с чем они связаны, а также какие плюсы с развитием этой отрасли отмечают селяне, расскажет Альбина Ламкова. Садовое хозяйство Трам начало свое развитие 4 года назад. Много трудностей испытали и аграрии на начальном этапе. Из-за холодной погоды саженцы замерзали. Польза была только зайцам, которые сполна насытились. Но несмотря на потери, сад получил неплохое развитие. Он постепенно разрастается. Мы долго думали, чем помочь аулу, и решили сделать сад. Мы начали с маленького сада, и он у нас превратился в большой. Проблемы были начально, когда деревья были маленькие. Зима была, зайцы трудились, не покладая рук. И у нас вот сад вырос. Жанна Гумжачева в Яблоневом саду работает с первых дней. Люди благодарны за заботу, рабочие места и за достойную оплату. Мы сажали деревья, мы пололи деревья. Теперь вот уже второй год собираем яблоки. Ну, начальство у нас, ну, хозяин очень хороший. В начале весны этого года деревья были усыпаны яблоками, и садоводы не могли нарадоваться будущим урожаем. Но все планы их разрушил град. Хоть плоды и пострадали, но вкусовые качества остались, говорят садоводы. Ничего в хозяйстве не выкидывают, списывая на отходы. Все яблоки сортируют. Раненые перерабатывают на соки, хорошие продают. Спрос на фрукты есть, так как они уже прославились своими вкусовыми качествами. Сюда приезжаем, берем для семьи, на зиму заготавливаемся. Ну, очень вкусные яблоки, тем более в горах, это вообще прекрасно. Вкусовые качества вообще отличные. Ну, и хранение, вот тут ребята объясняют, какой сорт как хранится, вот так и берем. Преимущества здесь яблок, в условиях высокогорье они растут, вкусовые качества совсем другие, сочность другая. Есть боли, которые имеют лечебный эффект, дают. Особенно сорта Либерти, Флорина. Много трудностей и становлений приходится пережить садовому хозяйству Трам. Но садоводы не опускают руки. Впереди много планов. Это противоградовые сетки для защиты фруктов и увеличение урожая с помощью расширения территории сада, так как яблоки очень полезны и пользуются успехом. А чтобы осуществить поставленные цели, необходима господдержка, отметили аграрии. Альбина Ламкова, Заурлиев, Мухаммед Ашибоков, Деси, Карачаево-Черкесия, Малокорчаевский район. Сразу две общеобразовательные школы из Карачаева-Черкесии заняли призовые места на Всероссийском конкурсе школьных музеев, проходившем в рамках федерального проекта «Историческая память». Конкурс был организован по инициативе партии «Единая Россия» и проходила в номинациях «Лучший городской» и «Лучший сельский школьный музей». В соревнованиях и участниках подробнее расскажет Ахмат Халкечев. Популяризация истории нашей страны является неотъемлемой частью работы партии «Единая Россия», а федеральный проект партии «Историческая память» позволяет проводить эту работу значительно масштабно. Конкурс школьных музеев был организован в рамках празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Требования к конкурсантам самые строгие, несмотря на то, что соревнования проводились между непрофессиональными музеями. Оценивали оформление экспозиции, достоверность представленных материалов, работу учащихся в сборе материалов и экспонатов, посвященных истории Великой Отечественной войны и обязательно относящихся к событиям в нашем регионе. По условиям конкурса денежные средства образовательные учреждения могут тратить исключительно на оснащение и развитие музея, а также на организацию учебно-познавательных и экологических экскурсий для учащихся по памятным местам. Непосредственно эта инициатива исходила от самой партии «Единая Россия». Проект проводился на средства с участием экспертных комиссий самой партии. Сегодня знание истории своей страны это неотъемлемый элемент развития молодого поколения, как критерий его качества. Всего из Карачаева, Черкесии было 15 заявок. Конкурс проходил в два этапа региональный и федеральный. Два победителя из нашей республики стали призерами на федеральном уровне. 17-я гимназия Черкесии заняла третье место в номинации «Лучший городской школьный музей». А в номинации «Сельский» общеобразовательная школа имени Исмаила Хачирова в селе Чапаевском на втором. Каждому победителю оргкомитет федерального проекта «Наша победа» выделил денежные призы, которые являются целевыми. На награждение в региональный исполком «Единой России» пригласили и призеров регионального этапа конкурса. Грамоты, дипломы и призовые сертификаты победителям вручил руководитель исполкома Руслан Джамбаев. Очень приятно, что в школах уделяется такое внимание именно патриотической тематике. Почему? Потому что все мы видим, как в последнее время наши в кавычках друзья за границей пытаются переписать историю, пытаются преуменьшить заслугу советского народа в победе над фашизмом. В музее 17-й гимназии Черкеска большое количество экспонатов, которые обнаружили сами учащиеся во время своих походов по памятным местам. Также здесь фронтовые письма, треугольники, фотографии, ордена, медали и личные вещи фронтовиков, которые наследники победы сами передали школьному музею. А еще имеется богатый раздел, посвященный культуре и быту всех субъектообразующих народов Карачаевой Черкесии. Материальная помощь всегда полезна, да, поэтому я хочу поблагодарить партию «Единая Россия». У нас много планов, как вот я сказал, что мы готовим два больших стенда экспозиции, посвященные к этой общине освобождения Черкесии и новой памятной дате «День окончания битвы за Кавказ». Кроме этого, у нас есть намерение установить музей, место у нас есть, имеется, это действующий макет «Вечный лагерь». Это пока первоначальные намерения. А школьный музей в Чапаевском один из старейших в республике. Его начало было заложено еще в 85-м году. Здесь даже само оформление стендов можно назвать исторической ценностью. Еще имеются экспонаты из Средневековья в виде глиняной посуды и кувшинов. А к материалам времен Великой Тестной войны здесь самое бережное отношение. Чтобы сохранить оригинальные документы и солдатские письма с фронта, в этом школьном музее их специально заламинировали. Но и это не решает проблему. Благодаря денежному призу у нас появится возможность их оцифровать, говорит директор школы Ачемизма Сугенов. Также здесь немало экспонатов периода Великой Отечественной войны, которым могли бы посоветовать не только музеи сельских школ, но и другие музейные организации в крупных городах. Это трофейный патифон, немецкий патифон, которым был примирован старший сержант Блимготов и Саша Гаевович, о чем говорит здесь данная справка, выданная его командиром. Справка дана настоящая, дана старшему сержанту Блимготову и Саше Гаевовичу в том, что он примирован патифоном войсковой части 029-44, что я и удостоверяю. Командир войсковой части, ну и фамилия. В музее этот патифон оказался по той причине, что заведующий этим музеем Снаха Исаша Гаевича. Исаша Гаевич неординарный человек. Это учитель, он долгое-долгое время работал учителем в нашей школе, заслуженный учитель Российской Федерации, автор многих книг, методических рекомендаций по родным языкам. Вот он очень известный человек, его фотографии здесь есть у нас. Интересных экспонатов в нашем музее много, продолжает рассказ Ачимис Искакович и показывает личный ноган героя России Харуна Чучуева. Огнестрельное оружие, разумеется, в нерабочем состоянии. Но то, что с него наверняка наш легендарный земляк уничтожал фашистскую нечисть, делает его крайне ценным экспонатом, резюмирует наш экскурсовод. Ахмат Алкечев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе события недели. Я благодарю вас за внимание. Удачного выходного дня! Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»